Возвращается налево, под нападающим теперь действует Шлаут Танковский, судя по всему, Лизубков. А вновь еще Казаков вперед, перехватывает мяч Горняки, и свежий Денис Арендарук несется по правому флангу, против него трое уже, и естественно численное превосходство динамусов помогло им отобрать мяч, сейчас нужно внимательно, классно действует пара центральных защитников. Подача штрафную, здесь Кудрик спокойно выходе, все меньше времени у гостей для того, чтобы спасти игру, все ближе к победе Горняки, однако это еще не конец, учитывая количество замен, я думаю, что минут пять может добавить даже арбитр, цепляется Зубков в центре поля, Танковский остается лежать Шапаренко, но Танковский уже вне эпизода, он этого уже не видит, и вот сейчас, возможно, остановят игру футболиста Шахтера, так и происходит, Танковский просто спид, очищает и отбирает мяч у восьмого номера Денис Арендарук. Намовцев, Арендарук сражается на фланге с Микаленко и узко ляжет на защитников Шахтера. Нужно быть психологически стойкими, чтобы это все выдержать. Как мы видели по минусу, Арендарук против него Янаков, Арендарук крутанул один раз, второй отдает на Яловенко, Яловенко пробивает, остается мяч у Романа на подхвате пеханеры и болельщики. Зубков сегодня также очень самоотверженно играет и действует на максимуме, а выигрывается в стенку и в последний момент в подкате спасает ситуацию Денис Попов. Еще одна атака Шахтера, выносит мяч вперед. Выигрывает воздух Денис Попов. Арендарук в подкате стилится вместе с Дубинчиком, но... Почему не искать шансы, ну, понимаем, но они тоже могут в целом этих 8 месяцев доказать себя заводниками, не до достопления, и не конец не могут прогревать револизации с теми заводниками с первой репрезентацией. Патрик в акции Полацы, выбита jednak припиука через Хоботенко. З номером 7, Арендарук. Можем тут проблемы пиукарцы из Украины, абы troszeczkę пограть пиуком в środковой стрефе боевка, так как говорили, мимо этих обфитых опадов в циунгу саку, дружина Олега Кузнецова. Арендарук. До środка теперь доброе заграние. Харатин на левую сторону, chyba trochę за мощно. И певне будет хотел тут удоводнить, что этот выезд, что этот выезд до Франции тоже поможет. Ну и Кристоф Пиотек, который в конце все побудил в полской экстракрасе, сдобавая два гола в меции Краковой. Выграли прежде всего из Кракова 6-0 с короной Киенцей. Мамы для пластиков, которые в последней кольце лиговой стрелали. Не хочу слышать каких-то усправедливий о том, что не у нас уже слабых револей, что каждая дружина молодежа что-то может быть самым представить. Тут оцекуемся эффективной игры, приятнее кинку брамек со стороны экипы Марцина Дорны. Факт, что representают те найповажнейшие, мощные украинские клубы. Где-то там, конечно, в дружине резервовой обычно выступают. А это свидетельствует о том, что в пиелке потратят играть. И тут видно, что от начала не пыхают. Есть 10-та минута встречи. Актывный арендарок от самого начала. Теперь, конечно, хорошо повстриманный через wracающего Франковского. Незbyт далеко, но выбита та пиелка. ...какратная пропозиция и тоже сберетная реклама в Сан-Дори Генуа. Приятнее, играя в пиелке. И это тоже есть такой przykład для этих молодых заводников. Почеток ехать до клуба, в котором есть возможность играть в Лестер, идут до мистра Англии. Арен Дарук. Сейчас Украинцы в контратаку. Есть шанса на гола вырубную на гола вырубную. Арен Дарук. Арендарук деликатно, хорошо это делает, шанса, дошлоткование, возвращается здесь напастник.